Ежегодно в Молдове проходят различные интеллектуальные игры, где ученики гимназии и лицеев принимают участие и доказывают, что именно их учебное заведение лучшее в стране. Сначала этапы конкурса проходят на уровне районов и региона, затем победители едут на республику. Лицей имени Валентина Машкова из города Чадерлунги, точнее гимназисты и лицеисты также приняли участие в интеллектуальных играх регионального уровня. Команды лицейского звена, это Лимонка и Сицилия, гимназического звена прошли в финал отборочного тура чемпионата ГГУЗИ по интеллектуальным играм. В нашей студии юные, молодые гости Вадим Новочлы, учащийся 9 класса лицея имени Валентина Машкова. Доброе утро, Вадим. Беатрис Собор. Соба Хайрулсун. Тоже ученица 9 класса. Евгений Кара, лицеист, учащийся 12 класса, также лицея Валентина Машкова. Соба Хайрулсун. Соба Хайрулсун. Пекшенене, сиз бра улма, табир кейт. Они чарданы из бине, им беним коммандой. Командан, слам. Селим, не мяксаба вакт, но б гюзель бір бешей, элэм. Ксадан селедина, чадарлунгакасабасында, щинь бувакат, гюзинсону, насл гечер. Несой хава, несой... Не мяксаба, не мяксаба. Хава... Пек просто. Нечен динкар. А ма кафада. Саде... Только на хорошее настроение. Пришли сюда с хорошим настроем. Счадарлунгей. Саде хавесли? Да. Вы вышли в финал отборочного тура чемпионата Гагаузии. С этим поздравляем вас, конечно. Немало усилий, наверное, приложили. Что помогло выйти в финал и какова вообще была конкуренция? Конкуренция была большая. Потому что мы знаем, что все лицеи Гагаузии, они ребята хорошие, способные. Отборочный тур прошел в Чедерлунге в Домной культуре. Там собралось 12 команд, 12-13 команд со всей Гагаузии. И две команды с лицеем Машкова. И мы, я считаю, что наша команда, команда моя Сицилия и команда Лимонка, они сыграли очень хорошо. Мы заняли первое место, обе команды заняли первое место в отборочном туре. И тем самым мы прошли в финал, который состоится 1 декабря в Камрате. Насчет конкуренции сказал. Я считаю, что мы провели себя очень хорошо. И доказали, и защитили честь нашего лицея, лицея имени Валентина Машкова. С какими трудностями столкнулись в ходе игры? Какие вопросы были сложные, а какие, ну, более, так скажем, вам по силу были? Если говорить о играх Сукуш-Малу и Гугуце, то, в принципе, вопросы не были сложные. Главное – это логика, внимательность. Потому что вопрос может быть так поставлен, что вроде бы ответ знаешь, но невнимательно прочитал. И в итоге у тебя 0 баллов. Из сложных вопросов могу выделить один, который наша команда запомнила на финальном этапе. Он был построен так. В 1996 году была выпущена купюра в 100, а не 5 леев. Почему? Правильный ответ был, потому что было 5 лет от независимости. Но как будто, если подумать, то нет логики в этом вопросе. Или он просто некорректно составлен. Остальное было довольно легко. Важно иметь какие-то знания со школы и с других областей. Ну и, как я уже сказала, внимательность. Беатриса и Вадим принимали участие и заняли второе место среди гимназии в интеллектуальных играх Сукуш-Малу и Гугуца. Мы сейчас о данной игре говорим, да? Да. Команда «Лимонка» заняла четвертое место среди лицеев. Да. Если перевести название данной игры, как переводится? Под шапкой Гугушку. Гугуца. А что подразумевается под шапкой Гугуца? Наверное, наш разум, ум, интеллект, способность отгадывать вопросы. Что это вообще за конкурс? Ну, это интеллектуальная игра, уже шестая... Игра. Да, это интеллектуальная игра по всей Молдове. И в этом году она стала не республиканской, а междунациональной, так там было, интернациональной что-то такое. То есть вышла на новый уровень. И, как я сказала, это уже шестой тур, который проводится в Молдове, получается, уже шесть лет подряд. И, как Вадим сказал, да, субкушная Гугуца, то, что подразумевается наш разум, как Гугуца был смышленый мальчик, так и мы логически думаем, отгадываем. И еще, наверное, потому что субкушная Гугуца – это молдавский атрибут молдавского персонажа. И, как подразумевается, чтение традиций, можно сказать, потому что это молдавский национальный уровень. И также призом, главным призом в этой игре была сама шапка Гугуцы. Сама шапка Гугуцы, да. Получили ее только одна команда, которая заняла первое место в республике по лицейским. Между лицейским командами. Что касается гимназического цикла, то победитель. Там не было. Там какая-то команда из Кишневского района. Но было странно, что шапки Гугуцы получил абсолютный победитель. Но в гимназии сложнее получить больше баллов, чем в лицею. То есть в гимназии не было никаких шансов получить главный приз – это шапки Гугуцы. То есть один приз. Да. На ваше усмотрение справедливо? Немного нет. Все равно каждая команда, даже если не выигрывала, то поощрялась играми настольными, которые по-прежнему у нас в школе находятся. Мы можем их взять спокойно на перемене, на свободном уроке, поиграть спокойно. Также выдаются грамоты. Да и, в принципе, очень приятно находиться на таком мероприятии, можно сказать. Организаторы этих интеллектуальных игр очень тепло нас приняли. И я благодарна им за это. Да, я бы хотел сказать еще то, что продолжу слова Беатрисы, то, что организаторы нас тепло принимают. И очень хорошо, что они собирают всю молодежь со всех регионов Молдовы. То есть в одном месте в Кечене собирается вся молодежь Молдовы – север, центр, юг. И таким образом мы находим себе новых друзей вообще с самого севера, с центра. И также ребята с центра находят друзей из других районов. Поэтому эти игры нас как бы сплочают. Потому что мы будущие Молдовы. И поэтому мы должны быть вместе, держаться вместе. Совершенно верно. А команды с каких регионов, районов были? Ну, был весь север, все регионы севера, центр и юг. Всего 25 команд было. И плюс еще Кагул, но Кагул не смог приехать. Поэтому, считай, 26 команд. И поэтому конкуренция там была очень хорошая. Потому что ребята хорошие закалки. И я считаю, что мы показали достойный уровень нашего лицея. И не только нашего лица, а вообще всей Гагаузии. Из Гагаузии еще принимали команды участие? Да, лицей имени Кубогла и Камрад. Было три команды с лицея и три с гимназии, кажется. По всей Гагаузии, да. Ваша команда назвалась «Бомобила». Что это такое? Слово? Это название мебельной компании нашего друга. Ну, его отца компания. Почему? Он ранее был в нашей команде, но название так и осталось. Мы не могли ничего более придумать. И это показалось нам интересным. Ну, вот, действительно интересно. Компания хоть как-то вас спонсирует? Команду, которая есть? Нет, это такая бесплатная реклама. По итогам игр можно ли сказать, что команды достойные конкурента соперникам или других районов? То есть достойны? Да, абсолютно. Как и мы готовимся, наши лицеи уже участвуют в интеллектуальных играх 5, если не больше лет. Так и другие лицеи тоже поддерживают эту идею проведения интеллектуальных игр. И тут стоит важно отметить, как лицеи готовят своих ребят, тех, кто будет защищать честь этого лицея, на эти игры. Как уже упомянули, вот эта организация IQ Games по всей Молдове, она не только продвигает свои игры, но еще и дает возможность самим же ребятам проводить эти игры в своем лицее. На нашем примере могу сказать, что они дают нам, скидывают прошлые вопросы игр. И мы совместно с нашим лицейским советом, хочу отметить одного еще человека, который нет здесь в студии, это Зиров Семен, очень хороший мой товарищ, который со мной вместе, иногда и может быть сам, проводит эти игры в самом внутреннем лицее. Допустим, завтра я проведу тоже интеллектуальную игру, тоже IQ Games, посвященную правам ребенка, которая прошла в Кишиневе 20 ноября, тоже проходила интеллектуальная игра, где я принимал участие, посвященная правам ребенка. И я попросил организаторов скинуть мне эти ответы, вопросы, чтобы я мог провести для лицея, для своего лицея. Также на протяжении многих лет, в прошлом году, позапрошлом году мы проводили у себя в лицее такие игры, и тем самым мы готовили почву для, вот как ребята, это наша, как бы мы их растили, можно так сказать. Я являюсь их куратором на протяжении двух лет, да, двух лет? Двух лет. И мы готовим этих ребят, чтобы они защищали честь нашей школы достойно. И, как уже видим, результаты есть в втором месте на республике. Очень интересный процесс подготовки у вас. Только ли используете вопросы прошлых лет, прошлых игр, либо сами тоже вопросы сочиняете? Самим такие вопросы, у нас нет опыта составления таких вопросов, и эти вопросы, они составляются знающими людьми в этой сфере. Потому что эти вопросы поставлены не как, допустим, викторина, какая-то легкая викторина, а там нужно так заговориться, идти, какие-то вопросы на логику, на критическое мышление. Развивает еще и командный дух, это хорошее дело. И поэтому мы пока только берем. Кто знает, в будущем мы должны будем составить эти вопросы. Ну да, кто его знает. Ребята, а вот на ваш взгляд, только ли нужны знания, чтобы принимать участие, побеждать на такого рода играх? Знания не самые важные в этих играх. Конечно, они имеют большое значение, но я уже говорила о внимательности, о командном духе, о логическом мышлении. Кроме того, нужно быть разносторонним человеком. Вот у нас была очень хорошая команда. Как бы каждый участник, как это сказать? Он подносил свой вклад. Ну, он разбирался в определенной теме. И таким образом мы дополняли знания друг друга. И вот чего мы достигли. Второе место на республике – это очень хороший результат. Ну, как нам говорили организаторы, не самая главная победа, главное – участие. Ведь если мы прошли в полуфинал, на котором мы заняли, кстати, первое место по югу Молдовы в финал, то мы уже одни из самых, ну, грубо говоря, да. Каковы здесь самые лучшие? Скажите, пожалуйста, вот в вашей команде сколько всего игроков? Шесть. Шесть. Вы сказали, что каждый компетентен в той или иной область, в той или иной теме. Какие темы вот распределены на каждого? Или как отбирали игроков? Какие области необходимы? Какие знания в каких областях для победы в игре? Ну, некоторые компетентны в области истории и много о чем могут сказать. Кто-то больше познаний имеет в искусстве, в рисовании, в литературе. В музыке. Да. Кто-то больше знает информацию о спорте и что-то может подсказать. Кто-то, наоборот, знает отовсюду по чуть-чуть и может смотреть во много путей и сразу думать. Все члены команды были задействованы, то есть все утросли, все темы? Да. Да, это единственное... Нет, не единственное, это одна из причин, почему наши команды, лицея Ивана Немушкова, добились такого успеха, потому что наши команды были сплоченные. И как бы, если каждый знает по чуть-чуть, значит, вместе мы знаем все. И поэтому добились таких успехов. Беатрис, Вы сказали, очень важен командный дух. А каким он должен быть? Ну, элементарно, никто в команде не должен быть в ссоре. И очень важно, чтобы каждый участник был открыт, он не боялся высказывать свою точку зрения. Может быть, у него есть какой-то вариант ответа, но он думает, что это неправильно и не говорит об этом. Хотя в итоге оказывается, что это верно. Важно выслушивать друг друга и перебирать разные варианты ответов. В команде, я так понимаю, что все разные, да? Да. Все ребята разные. А вот этот дух, Вы его создаете пока готовитесь к играм? Или все-таки больше собираетесь, сплачиваетесь именно во время игры? Я могу сказать за свою команду, как у нас происходит. Потому что изначально у нас был онлайн этап отбора на эти игры, на региональный и потом уже республиканский финал. И уже даже во время создания команды, формирования команды мы объединяемся, я не знаю. Во время онлайн игры проходит еще более сплочение по интересам. Может, кто-то даже не знал, может, кто-то подружился, я не знаю. А во время полуфинала мы узнаем больше о друг друге и как бы не стесняемся уже высказывать свою точку зрения. И на финале мы уже зрелые для того, чтобы хорошо выступить на финале. Сколько длится подготовка к играм? Это зависит от самой игры. Если мы говорим про супкушного гугуца, то есть республиканский по всей Молдове, то подготовка идет еще на онлайн этапе. То есть когда мы проходим онлайн по компьютеру. А если мы ведем гугуцкий чемпионат, то подготовка как таковой нет. Но, как я уже упомянул, до этого чемпионата у нас есть уже база, у нас есть огромный опыт за нашими плечами. Поэтому мы уже подготовлены, мы всегда готовы. И когда наступает любая игра, как сейчас на Гагузе мы пришли в финал, все, мы знали, на что отвечать. Мы подготовлены. И изредка нам скидывают, ребята, спасибо IQ Games, они нам скидывают бесплатные игры, которые в прошлых раундах. И мы тоже подготовимся уже в школе. То есть это очень хороший плюс от администрации нашей школы. Спасибо и большое учителям за то, что они позволяют нам проводить такие, как можно сказать, тренировки к этим играм. И мы, получается, не только играем в самих играх, а еще и помимо этого в свободное время. На отборочном туре чемпионата Гагузии по интеллектуальным играм самый сложный вопрос. И самый, ну, скажем так, легкий, которому не пришлось много усилий прикладывать. Знаете, сначала кажется, что все вопросы сложные. А когда выходит ответ, он оказался таким простым. Я сейчас даже и не вспомню. Там не то чтобы сложно, и как уже упомянули ребята, нужно быть внимательным. На некоторых вопросах мы были невнимательны нашей командой, и поэтому потеряли баллы. С полуфинала хочу отметить вопрос про болгарскую культуру. Когда на каком-то празднике разрезают ленточку, то по болгарским обычаям нужно ее еще и поливать водой. Но мы об этом не знали, и даже когда мы получили ответ, мы были очень удивлены. Ну, на самом деле, тут вопрос больше не с болгарской культурой связан. Это так, пытались нас запутать. В принципе, на любом мероприятии же разрезают ленточку. Но то, что надо поливать, как бы мы и не в Болгарии живем. И даже если есть у нас болгарские районы, какие-то села, пару городов, то вряд ли они так углубленно изучают эти традиции. И все же, почему надо эту красную ленточку поливать? Мы не знаем, это просто обычай. Ответ все-таки не дали, что ли? Нет, ответ это разрезать ленточку. Там было, получается, что по болгарским обычаям... На важных мероприятиях делают. Не только делают это, но еще и поливают. То есть делают это большими буквами, то есть надо назвать делают это. То есть ответ разрезают ленточку, делают это. Но еще и поливают. Мы не знаем, что еще поливают. И на ваш взгляд, участие в таких соревнованиях, вот что дает для вас, для интеллектуалов? Ну, это опыт в первую очередь. Приятно просто посетить эти мероприятия, показать себя в какой-то степени просто, как бы проверить свои знания. Это расширяет наш кругозор, можно сказать. И дает нам какой-то опыт для будущего. Я так понимаю, что вы готовитесь к этим играм, но кроме этого еще надо много, наверное, читать и самим поисковую работу осуществлять, да? Да, допустим, если мы знаем то, что 23 декабря или 21 декабря... 23 декабря. 3 декабря пройдет тоже, кажется, в Камрате или Чедрунке интеллектуальная игра, посвященная Дню образования Гагаузии. И вон там мы уже знаем конкретную тему, поэтому нам нужно провести там исследование по этой теме. Даты, личности, вот такое. То есть готовитесь сейчас к очередным играм. Ну что, желаем вам успехов. Спасибо. Саунсиста. Интеллектуальным быть сегодня – это модно? Это современно? Или все-таки это то, что необходимо каждому человеку? Каждый человек должен быть интеллектуально развит, так как тебе в любом ситуации может понадобиться возможность отгадать что-то, приспособиться. Критическое мышление всегда важно и в любой ситуации. Это, да, это не только модно, это необходимо для каждого человека, для каждого ребенка, подростка. Потому что быть интеллектуалом, быть интеллектуально развитым означает вести за собой кого-то, вести за собой молодежь, вести за собой людей. Поэтому индивидуальные люди, развитые умственно, нужны всегда. На них держится прогресс. И поэтому мы участвуем в таких мероприятиях, в таких играх, для того, чтобы, во-первых, развивать себя, а во-вторых, развивать других. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...